Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade. И сегодня мы с вами будем рассматривать датчик освещенности BH1750. Поехали! Датчик BH1750 очень дешевый и очень распространенный датчик. Найти его и подключить совсем не составляет труда. Библиотеку я советую брать не то, что можно найти в Arduino IDE, а библиотеку BH1750FVI от Engineering. В этой библиотеке немножко больше функций и немножко больше примеров. Также есть небольшое описание. В общем, разобраться намного легче и намного легче будет настроить этот датчик. Подключение датчика абсолютно несложное. Он подключается по I2C. Единственное только что подтягиванием ножки ADR к питанию. Можно изменить адрес этого датчика. И тем самым на линии можно установить два таких датчика. Итак, подключаем. Подключаем Arduino к компьютеру. Переходим в Arduino IDE. Я уже установил себе библиотеку. Файл. Примеры. Вот установленная библиотека. Я выбираю пример демо. Здесь есть некоторые примеры для использования с ESP8266 или с использованием дисплея. Но я выберу демо пример. Здесь, что радует, уже в начале прописаны основные характеристики. Например, напряжение питания. Максимальное пределы измерения. Это от 1 до 65 тысяч люкс. С точностью плюс-минус 20% и возможностью калибровки. Также можно найти распиновку. Как подключается этот датчик к Arduino по I2C. В зависимости от того, какие системы вы используете. Вначале подключаются две библиотеки. Первая библиотека для работы по I2C. И библиотека для работы с данным модулем. Далее нам нужно объявить этот модуль. Мы указываем адрес. Если пин адр не подтянут к питанию, то здесь мы устанавливаем стандартный I2C адрес. Если же подтянуть эту ножку к питанию, то тогда ставим второй адрес. Также здесь мы можем выбрать режим работы. Это непрерывное измерение. Более точно непрерывное измерение. И менее точное непрерывное измерение. Эти режимы интересны тем, что измерение будет происходить только один раз во время проса датчика. После чего датчик перейдет в режим сна и не будет потреблять электроэнергию. Что очень здорово для каких-нибудь автономных устройств. Следующие две настройки. Это настройка чувствительности и точности. Чувствительность датчика нужно обязательно настраивать. Потому что любой светофильтр, который будет сверху установлен на датчик, будет уменьшать световой поток. И соответственно измерения будут другими. Если например сейчас без какого-либо светофильтра измерения будут одни. Но если я сверху установлю какой-нибудь фильтр, какую-нибудь защиту, стекло для защиты от погодных условий, то это стекло также будет поглощать часть излучения. И соответственно датчик будет показывать меньшее значение. Для этого можно произвести калибровку. По умолчанию калибровочная константа равна единице. Но ее можно изменить от 0.45 до 3.68. Здесь мы просто прописываем нужное значение. Например 2.54. Только здесь не запятая, а точка. И тем самым можно добиться нужного значения. Нужно измерить текущий световой поток. После чего установить светофильтр. И вновь измерить световой поток. А далее изменяя значение уровня чувствительности, подобрать так, чтобы световой поток соответствовал предыдущему. Также можно выставить точность датчика. Точность влияет на скорость работы. И стандартно точность стоит 1.2. Но можно выставить в пределах от 0.96 до 1.44. Точность датчика влияет на скорость работы. В примере здесь представлен вывод данных с датчика в зависимости от чувствительности, либо от принципа измерения, либо от других каких-то настроек. Но я этот пример не буду вам запускать, потому что он сразу выдает очень много информации. И я запущу простой пример. Здесь тоже самое. Подключаются две библиотеки. Определяем настройки датчика. Настраиваем сериал со скоростью 115-200. Проверяем наличие датчика. Если датчик не подключен, либо возвращает ошибку, то в сериал выводим соответствующее сообщение. В основном цикле программы считываем значение с датчика и выводим в сериал. Давайте прошьем этот скетч и посмотрим, что будет. Открываем монитор порта. И мы видим текущее измерение. Все настройки датчика стоят по умолчанию. Но он сейчас реагирует просто на то, что я его так легонько рукой двигаю. Он уже реагирует на интенсивность освещения, потому что моя рука создает либо отражение, либо наоборот поглощает отчасти цвет. Даже если сейчас уберу руку и просто буду отодвигаться немножко. Я немножко отодвинулся и сейчас поближе придвинусь. Вот даже на этот датчик реагирует, хотя от меня до датчика сантиметров около 40. И тем не менее датчик реагирует на то, как я руками машу, двигаю, и какой-то отраженный свет он все равно этот датчик воспринимает, что очень здорово. Датчик чувствительный и, соответственно, он будет нормально показывать. То есть у меня сейчас освещение, освещение датчика, освещение стола около 1000 люкс. Вот такой вот простой датчик. И его я также и буду использовать в погодной станции для того, чтобы измерять текущие показания освещенности. Ну а теперь пришло время розыгрыша. В предыдущем видео я создавал устройство для управления электропитанием. И сейчас мы разыграем несколько наборов среди подписчиков. Первым в розыгрыше будет плата для самостоятельной сборки. На втором месте будет кит-набор. И на третьем это готовое уже полностью собранное устройство. Но только не эта плата, а будет другая. Итак, переходим на сайт Рандомбайзера. Вставляем ссылку на видео. И определяем первого счастливчика, который получит вот эту плату. Итак, Фишер 74. Хочу кит. Плановый громадьон, но ни на что не хватает времени. Поздравляю тебя, Фишер. Тебе придет вот такая вот плата для самостоятельной сборки. Следующий победитель. Трудно читаемое имя Ливис 1313. Конечно, плату не надо. Ага. Ну, плату не надо, так не надо. Зато выиграет другой кто-то. Итак. Мистер Гогоди. Итак, тебе кит-набор. Поздравляю. Сейчас определим победителя готовой собранной платы. 11. Годная вещь. Намерен собрать метеостанцию для умного дома. Ну, теперь у тебя будет плата управления питанием и заряда аккумуляторов. Так что автономность тебе обеспечена. Победители, обязательно отпишитесь в комментариях. А всем остальным я желаю успехов. Не пропускать новых видео. Потому что в одном из следующих видео мы будем собирать вот это устройство. И я также сделаю розыгрыш среди подписчиков. Поэтому обязательно ставьте колокольчик и не пропускайте. А я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классные и интересные. Всем пока.